Сегодня перед взором нашим, перед боритвами нашими, образ скорбный и образ великий. Скорбное того, что оглядываясь совсем недавнее прошлое нашего Отечества, мы сегодня вспоминаем одну из самых трагичных ее страниц. В Древней Церкви, в самом начале ее существования, со времен апостольской пропытии до Константина Великого, в Римской империи христиане также подвергались гонениям. И это было, с одной стороны, дико, жутко, но в какой-то мере объяснимо. Потому что безбожная языческая власть видела в христианах конкурентов, религии традиционные, видела в них людей опасных. Ну и, конечно же, это была такая-то сатанинская злоба. С теми далеким времен почти две тысячи лет прошло. И представить, что нечто подобное может произойти в огромном государстве, которое без малого больше девятьсот лет на тот момент уже было крещённым. и внешне весьма благополучным и в экономическом, и в военном плане, и, казалось бы, и в духовном плане. В каждом губернском городе семинария, не пустая, в каждом уездном городе духовное училище, в каждом селе церковно-прихорская школа. На начало 20 века всеобщая задача всеобщей грамотности и закон Божий преподавался повсюду. Процветали монастыри, лавры. Что произошло? Мы каждый год задумываемся об этом. Что произошло? Как могло это случиться? Как на этой, казалось бы, благочестивой почве, христианской почве, выросло не просто безбожие, а самонастоящий сатанизм в какой-то очень крайней форме его проявления. Вот мы знаем такие слова, там, расизм или фашизм. Это когда людей делят по национальному признаку, и потом некую национальность подвергают уничтожению, геноциду. А здесь уничтожению подвергались целые классы общества, целые сословия. И людей убивали, массы убивали, только за то, что он, например, принадлежит к купеческому сословию. Или за то, что он профессор академии. Или за то, что он помещик. И, конечно, и ферсвященник очень часто тоже только за это. Гонения 20 века очень серьезно отличались от гонений древней церкви. Когда христианам массово предлагали отречься от Христа. Здесь часто так какого отречения не требовалось. Просто уничтожались массово тысячи людей. По причинам очень сложно представляем. Кто-то сказал, что выдан этот лозунг классовой борьбы, которая обязательно приведет нас к светлому будущему. Ну вот, пришли. И история – это такая интересная вещь. Люди, которые понимают историю, не просто знают события, а умеют ее анализировать, это в каком-то смысле пророки. Это не просто люди, которые хорошо знают прошлое. Это люди, которым намного яснее, понятно, настоящее. Я скажу больше. Это люди, которые могут заглядывать немножко и в будущее. потому, что на самом деле в истории все повторяется. И этот ответ не дан. Не дан ответ. Никто его не дал, никто не провозгласил, никто его на самом деле не понял, как все это могло произойти. Какая-то кучка странных людей пришла и поменяла сознание миллионов. Глупости – это все. Так не бывает. в своем земном измерении церковь – это больница. Она никогда не была здоровой абсолютно. Мы все в этой больнице ищем исцеление. Мы все в процессе. Но о этих болезнях, которые касаются и тебя, и меня, и каждого из нас, и церкви в целом, нельзя умалчивать. О них нужно говорить. Нет ни критиковать, ни обличать, ни хитничать, а смотреть на эти вещи очень трезво. Потому, что только честный трезвый взгляд, как когда пациент пришел к врачу и в радиусе смотрелся вот это, вот это и вот это. Если ты не будешь это лечить, смотри, ты знаешь, чем это закончится. Мы тоже должны понимать это внутри себя. Что же в нашей жизни, в жизни вокруг нас есть такого, что требует лечения. Нету простых ответов на сложные вопросы. Сейчас мальчика скажет нам вот это, это, это. Нет. Я не знаю всех причин. конечно. Но кое-что бросается в глаза со всей очевидностью. Вот такой факт вам приведу. Российской, русской армии все солдаты в обязательном порядке, в Великий пост должны были причащаться. кофе-то, как и чиновники, поступающие в государственную службу, должны были предоставлять справку о том, что они довели. Вот когда случились страшные эти события в феврале, в государственном перевороте, первый раз в армии разрешили причащаться пожелания. По что-то в 10%. Что-то сильно поменялось. Нет, не поменялось внешне. Что-то очень долго созревало внутри. Есть православные люди. Мы народ православный. Мы хранители устоев. Если нам кого-то ради этого надо наказать, неважно. Великая цель оправдывает средства. Так часто бывает. Так было, а может быть так есть. Умеющие уши слышат да слышат. Но это там где-то, это же говорит про нас. Потому что очень все легко становится привычкой. Наша церковность как некая часть, внешняя часть моей жизни. Благочестивые обычаи, хорошие. Есть всегда опасность, что остается форма, правильное благочестивое крестик на шее. В воскресенье я знаю, что хорам нужно отлететь. про душа моя живет совершенно другим. Все шесть дней недели, все 24 часа. И тогда очень легко от обычаи отказаться. От того, чем не живет твое сердце, отказаться очень и очень легко. Казалось бы, все так было великолепно. Вот в нашем городе как было великолепно. 14 храмов на 16 тысяч православных. Почему-то так вспоминаются слова Христа, который пришел и говорил ученикам, вы восхищаетесь великолепием храма, но камня на камне не останется в этом храме. Вот мы строим храм, хорошее дело делаем, святое, с надеждой, что наши дети туда и внуки тоже придут. А придут, то у меня большой вопрос. Посчитать статистику умирающих и рождающихся в стране. И все становится понятно. А может мы совсем не православный храм строим? Мы же для мусульман мечеть строим лет так через сто. Или для буддистов кто здесь будет жить на этой территории? А почему мы сегодня об этом вспоминаем? У меня есть глубокое ощущение того, что люди церкви, люди позванные Богом и люди откликнувшиеся на этот Божий призыв несут на себя в этом мире, в этом обществе ответственность куда больше, чем все остальные. Это как-то может быть еще странно звучать. какая-то кредственность. Но ведь об этом говорит Господь. Вы свет мир и вы соль земли. Как только христиане приступят быть христианами, как только благочестие остается каким-то внешним, внешней формой, этот мир начинает их оратить. Мы только что в молитве читали, эту молитву писали сколько-то лет назад, вспоминали о великом ужасе братоубийства миллионы православных убили православных. Сейчас еще не миллионы, но уже наверное сотни тысяч. Что мы поняли из прошедшего времени? Ощущение ничего, все продолжается. И вот вчера мы уже приближившись к посту великому сделали первый значительный шаг это песнопение замечательное покаяние отверзими двери жизнодавча. Я сколько раз каялся, я столько раз думал, что я каюсь. Я столько раз ощущал себя смотрящим невидящим, слушающим, неслышащим, как будто что-то там закрыто внутри. Это внутренние очи. Господи, открой эти очи. Дай мне увидеть себя в подлинном свете. Отверзи мне эти двери, которые по большей части для меня закрыты. и образ того, как радикально отличается. Внешнее благочестие, чего-то подлинного, настоящего, нам сегодня дается. Дается не случайно. Господь не осуждает этого такого самовлюбленного немножко парисея. и не сильно это хвалит мытаря, который говорит, что мытарь из храма вышел более оправданный, чем хорисей. Что такое оправданный? Это тот, кто получил дар праведности. Я задаю вопрос, чем я могу пред Богом оправдаться? Чем? Дивостями, добрыми делами, молитвами, постами? Чем меня, что может меня оправдать? В этом есть какая-то ценность? Если при внимательном рассмотрении мы увидим, что в каждой нашей бочке меда, и то, какая бочка, там не ложка дегтя. Все это с примесью Вячеславия, самомнение, ощущение собственной значимости, все буквально. Я что-то сделал, я уже молодец в своих собственных глазах. А чуть-чуть что-то там где-то пожертвовал, я что-то жду мысленно от этого. И вот люди трезвой жизни это очень взорто видели в себе, а мы так ничего в себе этого не видел. Он знал, что у нее дел добра никаких нет. Он только грабил всех и отбирал. И поэтому точно знал, что ему перед лицом Божьим представить нечего в отличие от нас. У нас этого не знаем. Как-то был такой случай в жизни преподобного старца Паисия Афонского. Он вместе еще с одним монахом возвращались со Святой горы и плыли на корабле. Его собрак он не выходил в несколько десятков лет с момента после Святой горы Афон первый раз было ехать в больницу в Саоне стоит на корабле все и вот так все сейчас выйдем в мир все потеряем все потеряем выйдем в мир все потеряем толкает Бог отца Паисия А ты как ты думаешь знаешь я ничего не имел я ничего не имел настроение святого человека поэтому терять мне нечего дорогие мои памятного мучеников это набат в нашу душу и в нашу совесть я глубоко убежден что мы многое не поняли из того что они хотели нам завещать многое не поняли мы так сказать популяризируем их память строим храмов их честь но я не вижу народного почитания я не вижу чтобы там хотели молитву служить нет этого нет и люди отдавали им свою жизнь стараясь не идти на компромисс так это конечно очень высокая метка но все таки чтобы быть готовым засвидетельствовать свою веру не только образом своей жизни но если надо самой смерти а сегодня мы просим Господи покаяние отверзя нам в вере дай нам обрести это подлинное видение себя нищету духовную которую сказано тогда нам откроется подлинное блаженство аминь храни Господи